Часть элиты, которая в клане с Рокфеллерами, а это и Гейтс, и Сорос, и Цукерберг, препятствуют построению зон и укреплению национальных валют. И последнее от их действия – это волнение Беларуси, которое они устроили, чтобы не формировалась рублевая зона. Конечно, в Беларуси есть свои внутренние проблемы, и именно на внутренних проблемах всегда выстраиваются технологии оранжевых революций и госпереворотов. Но это все технологии жрецов из Древнего Египта. То есть ничего не нового. Под солнцем. Всем привет! Этим видео и последующими я ставлю свои задачи донести, что именно банкиры-масоны-ростовщики выстраивают новый мировой порядок неорабства. Я буду рассказывать, как из столетия в столетие они это делают. Также замечу, что с уважением отношусь к другим версиям происходящего. Радуют, что люди находятся в поиске правды, и это уже само по себе ценность. Итак, начнем. Показ Рокфеллеров-Ротшильдов, хотя первые банки были при древних храмах. Это были храмовые банки, но об этом позже. Итак, в середине 18 века зарождается банковская династия Ротшильдов. И через 100 лет практически все монархические династии были финансово зависимы от их кредитования. Ну, например, Виндзоры, покупая Суэцкий канал, не могли обойтись без кредита и получили его от Ротшильдов по 2,5%. Или, например, Александр II, когда отменил крепостное право, ему нужно было рассчитаться с помещиками. Также берет кредит у Ротшильдов и через несколько лет понимает, что не может с ним рассчитаться, продает Аляску. Все расчеты по этой сделке ведутся банкирским домом Ротшильдов. Напомню, отмена крепостного права 1861-й, а продажа Аляски 1867-й. Это взаимосвязанные события. А в конце 19 века появляется вторая банковская династия Рокфеллеров и начинается их конкуренция. Ротшильды на тот момент финансировали Наполеона. И к этому времени Александр II после сделки по продаже Аляски понимает, что необходимо создавать независимость от банкиров, а именно золотой пол, фонд, называйте это как хотите. Его поддерживает Рузвельт, ну это Теодор Рузвельт, 25-й президент, не путать с Франклином Рузвельтом, который был 32-м президентом. Потому что на тот момент в США идет гражданская война с севера и юга, и Рузвельт знает, что обе стороны финансируют разные банки и тоже хочет избавиться от их влияния. Но поскольку Рузвельта убили, то идея о независимом фонде откладывается до Николая II. Галовские конференции проводились по его инициативе. На первой конференции присутствовало 26 делегаций, а на второй было 44 делегации, представляющие государство. Решались вопросы мира, оружия, взаимодействия и так далее. Но одной из целей их проведения продолжить идею Александра II. И вот на второй конференции Николай II предложил создать Лигу наций и при ней золотой их пол. Всеобщий денежный фонд, чтобы из него государство брали займы. То есть, чтобы уйти от зависимости банкиров. И, конечно, банкиры понимают, что у них из рук уходит власть, и они принимают меры, организуют Первую мировую войну. И при этом у них две цели. Разрушить монархию, установить парламентские республики, потому что парламенты – это выборная структура и на короткий срок. Поэтому их легко подкупать и контролировать. И цель была достигнута. По итогам войны разрушились три империи – Османская, Австро-Венгерская и Российская. И вторая цель – непосредственно свержение и уничтожение Николая II. Потому что именно он встал на пути банкиров и масонов, которые финансировали революцию в России. Первую 1905-ю и февральскую революцию оплачивали Ротшильды. Но Рокфеллеры успешно прихватили у них власть через финансирование большевиков через Троцкого. Ну а дальше вы в курсе событий, потому что теперь эту идею создания Лиги наций приписывают Вудро Вильсону, 28-му президенту США. И при нем же была создана ФРС. Ну, аналог золотого пола только в руках банкиров. То есть вместо того, чтобы мировыми финансами управляли государства, через какой-то общий национальный фонд банкиры добились, что мировые финансы остались у них в руках. Поэтому в мире существует два уровня власти. Общегосударственный политический уровень – он открытый. И финансовый уровень управления глобальных денег – он закрытый. И здесь я хочу сделать упор вашего внимания на роль Николая II, который, конечно, недооценен. И то, что он пытался сделать, до сих пор не сделано. А именно – соединить политические и финансовые уровни управления воедино и упразднить власть банкиров. Ну, теперь вернемся к ФРС. В 1913 году при ее организации Рокфеллеры и Ротшильды, можно сказать, устроили водное перемирие, чтобы пить из одного источника. И они получают равное количество акций ФРС по 7 тысяч. Ну, и также ФРС входит в национальные банки, но которые тоже под контролем этих династий. Итак, мировое правительство начинает выстраиваться с 1913, и это продолжается до 1976 года. Это видимая часть власти под ООН, а ООН – это продолжение Лиги наций, только провели ребрейдинг. И невидимая финансовая власть, которая под ФРС. Под двумя этими структурами – ООН и ФРС – выстраивались над государственной структурой управления. Но в 1976 году мирное перемирие между Рокфеллерами и Ротшильдами прекращается. Они не могут договориться после майской конференции, так как доллар отвязали от золота, с чем, в принципе, не могут смириться Ротшильды. И они начинают свой отдельный проект построения пяти валютных зон. И Евросоюз, и валюта евро – это первая их выстроенная зона. А Рокфеллеры продолжают отстаивать гегемонию доллара, то есть единой валюты. В историю вот этот раскол вошел как раскол мировых элит. И теперь все войны, оранжевые революции последнего времени – это результат борьбы этих двух проектов. Поэтому моя книга называется «Доллар против золота» или «Рокфеллеры против Ротшильдов». Потому что главное – это борьба, конечно, двух проектов. Один проект поддерживает доллар, а второй – за перерасчет валют через золото. Ну, другие политики, историки будут вам рассказывать про различные центры власти и различные элиты. Это и черная аристократия, Ватикан, неаконы, изоляционисты и так далее. Этим только создают путаницу. В реальности, так или иначе, все относятся к этим двум проектам и этим двум кланам. Один из них, как я сказала, поддерживает доллар, а второй – выстраивает новый валютный мир, где будет эквивалентом золото. В следующих видео я расскажу об этих пяти зонах и как часть элиты, которая в клане с Рокфеллерами, а это и Гейтс, и Сорос, и Цукерберг, препятствуют построению зон и укреплению национальных валют. И последнее их действие – это волнение Беларуси, которое они устроили, чтобы не формировалась рублевая зона. Конечно, в Беларуси есть свои внутренние проблемы, и именно на внутренних проблемах всегда выстраиваются технологии оранжевых революций и госпереворотов. Но это все технологии жрецов из Древнего Египта. То есть ничего не нового под солнцем. В Египте был Нижний Египет и Верхний Египет, и жрецы специально бросали кость раздора между ними, чтобы рабы убивали рабов и не трогали главных эксплуататоров. Ну, в нашем случае это банкиры. Это все очередная сватка банковских династий за передел мира. Итак, до новых встреч. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok